всем хай и добро пожаловать на волшебный канал брутального повара металлиста сегодня у нас с вами снова такое тестовое видео я буду пробовать очередной невероятно дебильный рецепт из книги рецептов гарри поттера а готовить мы собственно будем черные печенье вот так вот это все выглядит довольно симпатично привлекательно так сказать и конечно же я буду их пробовать этот рецепт я выбрала потому что во-первых сюда идет уголь вы когда-нибудь готовились что-нибудь с активированным углю во-вторых в этом печенье не будет сахара зато здесь довольно много соли впрочем взгляните сами на эти ингредиенты 10 грамм активированного угля 10 грамм соли молоко мука это ладно топленое масло дрожжи дрожжи кстати сюда идут дальше идет газированная минеральная вода это тоже странно но сыр с плесенью мы не будем использовать он тут просто вот как для украшения лежит и еще это печенье мы не будем печь в духовке мы будем жарить его на сковородке вот такие дела я по традиции буду брать только половину ингредиентов потому что здесь слишком много я живу одна и жрать это все некому вот поэтому приготовлю немного и я понятия не имею что за хрень у нас получится если вам интересно посмотрите дальше а я пойду готовить и так для начала я беру 5 грамм активированного угля это между прочим целых 14 таблеток я не стала измельчать его в порошок потому как предположила что он должен раствориться добавляю к нему 5 грамм соли это кстати довольно много 75 миллилитров молока все это перемешаем и оставлю на 10 минут чтобы растворился уголь и соль пока у нас там все растворяется я просеяла 250 грамм пшеничной муки и добавляю к ней 4 грамма сухих дрожжей перемешаю следом добавлю 12 грамм растопленного сливочного масла вообще там используется топленое но я решила просто растопить сливочное буду еще с топленым возиться и вливаю 50 миллилитров газированной воды немножечко перемешаю мне почему-то кажется что на такое количество муки жидкости будет маловато мы посмотрим вольем молоко так должна сказать что уголь не горит желанием растворяться в молоке я подавила его ложкой но все равно тут вот какой-то порошок остался блин тысячу раз проще купить черный краситель какой-нибудь маленький и покрасить им печеньки то что вот то что у нас получилось мне кажется печеньки будут не черные какие-то серые очень привлекательно это все будет выглядеть ну теперь пожалуй вольем всю эту жидкость в муку вот тут порошок остался весь будем надеяться что он растворится и замешиваем тесто у нас должно получиться мягкое тесто хотя не знаю что у нас получится потому что как по мне это полная дичь ну ладно вот почему лучше всегда муку всыпать в жидкость а не жидкость в муку мне вообще бесит вот эта вот схема приготовления в этой книге тоже не первый рецепт где нужно жидкость вливать в муку хотя в принципе у нас может получиться что-нибудь черное ну вот смотрите что это такое вот это вот я влила жидкость в муку никогда так не делайте чтобы не запороть ничего потому что тесто очень тугое получается и хрен ты его промешаешь это вообще все не нужно сейчас я попробую более-менее его вымесить надеюсь хоть как-нибудь она поднимется хотя бы чуть-чуть ну вот собственно за кусок говна серого получился у нас с вами теперь нужно этому говну полежать в течение часика тугому потом мы будем печь его на сковородке тесто я закрываю пищевой пленкой и оставляю подниматься на час в теплом месте хотя я сомневаюсь что здесь что-то поднимется посмотрим ну что прошел час в принципе тесто немножко подросло но совсем чуть-чуть и сейчас мы будем его раскатывать для начала его немножко обо мне она стала гораздо мягче тесто кладу на присыпанный мукой стол и раскатаю толщиной примерно сантиметр теперь вырежу из него кружочки я буду делать это рюмкой потому что ничего более подходящего у меня нету итак печеньки я вырезала теперь снова накрою их пищевой пленкой и оставлю на полчаса для расстойки хотя я сомневаюсь уже что здесь что-то поднимется ну что друзья полчаса прошло и теперь я буду печь печеньки на смазанной сливочным маслом сковороде на среднем огне по три минуты с каждой стороны пожалуй я накрою их крышкой хоть в книге это и не написано но мне кажется что они без нее не пропекутся так прошло шесть минут потому что за три минуты там ничего не испеклось давайте теперь перевернем если что-то у меня чайник так шипит так итак прошло еще 4 минутки я думаю что все уже готово можно вынимать итак вот что у меня получилось такие шайбочки давайте посмотрим на их текстуру внутри так ну вроде бы тесто тут не сырое такое нежное но не сырое и если честно это больше на булочки похоже чем на печенье ну давайте продегустируем съедобно это вообще но но это похоже просто на солененькую булочку дрожжевую но еще тепленькая как как хлеб просто черный черный уголь не дает никакого привкуса я сказала черный но это не относится ко вкусу это относится к свет к цвету а так на вкус это похоже на обычный белый хлеб реально помпушки такие габаршу в общем я не поняла в чем прикол вовсе не обязательно покупать уголь для этого рецепта если у вас его нет конечно если есть то нет смысла покупать краситель наверное а так я бы предпочла краситель чтобы не возиться с этим углем ну булочки как булочки не знаю я не впечатлена но и не разочарована и кстати несмотря на то что тесто было тугим оно не затянутое то есть такие мягенькие булочки получились вот можете посмотреть как оно хорошо в принципе поднялось валютально развился ну в целом неплохо нормалек есть можно только я бы не стала есть много потому что все таки здесь уголь и тут тоже нужно соблюдать какие-то нормы потребление угля чтобы не обосраться ну что ребят если вам понравилось это видео то ставьте лайк заходите на мой канал смотрите другие мои видосы у меня много всего интересненького ну а на сегодня я с вами прощаюсь пойду гулять потому что у нас довольно тепло хотя там ветрище и пылище ну ладно хрен с ним все равно мне нужно на улицу вот и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...